Сегодня на ужин предлагаю приготовить шикарную овощную запеканку. Это вкусно, питательно и очень полезно. Тем более в ее состав входит брокколи, которая является просто супер продуктом и просто незаменима для нашего здоровья. Итак, начнем с брокколи. Просто королева витаминов и минералов. Как обычно, брокколи нужно вначале немного отварить. Разбираем ее на соцветия. Заливаем холодной водой, добавляем столовую ложку соли и отправляем на огонь. Кстати, вы знали, что брокколи снижает риски инсультов и инфарктов. Ее регулярное употребление снижает уровень плохого холестерина, одновременно повышая уровень хорошего, а также понижает кровяное давление. Помогает снизить уровень сахара в крови. А еще замедляет последствия возрастного изменения памяти и быстроты реакции. И еще очень-очень много чего хорошего. Более подробную информацию соберу для вас в описании. Брокколи закипела. Отвариваем ее ровно 2 минуты. И сливаем воду. Я сразу перекладываю ее в форму для запекания. Дальше нарезаем 1 луковицу. В это время уже разогревается сковородка с растительным маслом. Отправляем порезанный лук в сковородку. Тем временем нарезаем морковь. Одну. Порезали и также отправляем ее в сковородку с луком, не забывая время от времени помешивать. Огонь у нас средний. За это время нарезаем цукини четверть кольцами. Также отправляем в сковородку к овощам. Перемешали. И отправляемся нарезать красный сладкий перец. Я взяла половинку красного и половинку желтого просто для красоты. Также отправляем к овощам. Перемешиваем. Кладем соль, перец. И оставляем еще тушиться на огне чуть ниже среднего на 5 минут. За это время готовим заправку. Разбиваем 2 яйца. Слегка их перемешиваем. Добавляем 200 миллилитров молока или сливок. Опять перемешиваем. Меленько нарезаем помытый пучок петрушки. Добавляем к яично-молочной смеси. Дальше 3 ложки муки. У меня рисовая. И чайная ложка разрыхлителя. Перемешиваем. Заливка готова. Овощи готовы. Выкладываем их к брокколи. Слегка можно перемешать. И выливаем нашу заливку. Сверху я добавлю еще немножко сыра моцарелла. Вот такая красота получается. Отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Пока она готовится, займемся соусом. 100-150 миллилитров растительного масла. Ставим на огонь. Добавляем около 10 зубчиков чеснока. Это может быть 8, может быть 12. И веточку розмарина. Варим это все, пока чеснок не станет коричневым. Получается очень-очень ароматная смесь. Масло можно взять немножко подсолнечного, немножко оливкового. Но не забывайте, что оливковое масло может дать горечь соусу. Видим такой чеснок. Выключаем плиту и отставляем масло остывать. Нам нужно его полностью охладить. Пока масло остывает, запеканка уже приготовилась. Посмотрите, как она аппетитно выглядит. Красиво, вкусно и полезно. Для завершения соуса в стакан для погружного блендера кладем 2 желтка. И добавляем сок 1 лимона. Предупреждаю, что соус получается кислым. На мой вкус он подходит идеально. Также он очень хорошо подходит к мясу. Если вы не хотите, чтобы сильно чувствовался лимонный сок, добавьте сок только половине лимона. Кладем столовую ложку горчицы. Немножко соли и перца. К желткам и соку лимона процеживаем остывшее масло. Опускаем в чашу ножку погружного блендера. И взбиваем, пока не видим, вот такой соус. Ну вот и все. Здоровья на вашем столе. Добавляем к запеканочке соус. И наслаждаемся. Конечно же, такое блюдо подойдет не только на завтрак, обед и ужин, но и на праздничный стол. Приятного вам аппетита! Спасибо за ваши лайки! Надеюсь, вам понравился рецепт. Пишите свои отзывы в комментариях. Берегите себя и своих близких. И давайте готовить вместе! До новых встреч!